МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый водопровод в городе Верма появился в 1902 году. Материалом для труб служила знаменитая Тиньшанская ель. С тех пор утекло много воды. Сегодня Алматинский горводоканал, холдинг Алматы СУ автоматизирует весь процесс от добычи воды до конечного потребителя. Первые действия при прорыве водопровода на магистрали. В соответствии с нормативом они в течение трех часов закончили работу и подачу холодной воды восстановили. Водный кодекс стал камнем преткновения КСК и Ильийского водоканала. Один закон вынимается по-разному. Руководство водоканала сказали о том, что мы вам делаем это в последний раз. Это принадлежит вам. Модернизация водопроводных сетей. Когда за все будут отвечать роботы? Запускаем в трубу, находим, где она, как она проходит, где утечка происходит. В это утро в 11-м микрорайоне Алматы неспокойно. Шумит техника, суетятся инженера и рабочие. Дело в том, что на пульт диспетчерской службы холдинга Алматы СУ поступил сигнал о прорыве трубы. Вчера поступила в диспетчерскую службу заявка об утечке воды из-под земли в микрорайоне 11 возле дома 14 и 14А. В связи с чем мы сегодня утром выехали на эту заявку. Пригласили всех представителей коммуникаций. И они указали, где они проходят коммуникации. Газовые сети, электросети. Как поступает заявка в диспетчерскую службу, я, как инженер участка, стараюсь сразу отреагировать, выехать на заявку, распланировать все, какая техника нужна, какие коммуникации проходят. После чего приступаем к ликвидированию аварии. А техники людей, чтобы залатать одну дыру, требуется немало. На место выезжают сразу три бригады. Важно правильно определить, где именно образовался свищ. Для этих целей используются специальные течеискатели. Также в помощь специалистам сегодня служат роботы. Новая технология, можно сказать, у нас есть роботы, которые запускаем в трубу. Находим, где она, как она проходит, где утечка происходит. Есть течеискатели, есть трассыискатели. Мы используем заводские хомоты. Оперативно и профессионально отработанные действия дают результат. Уже через 4 часа труба залатана, и люди снова подключены к воде. Действиями аварийной службы председатель КСК управления 14, Ирбулат Бижанов, в котором произошло ЧП, доволен. В тот случай, когда здесь произошел порыв трубопроводов холодной воды, который произошел вчера вечером, и обнаружили, и, соответственно, передали соответствующие органы. Это Алма-Ата-Сужи-ЛС, филиал Ауэльского района. Ну, они оперативно, можно сказать, сегодня утром в 10 часов приступили локализации данной аварийной ситуации. Было отключено от холодного водоснабжения несколько домов нашего микрорайона. В соответствии с нормативом они в течение 3 часов закончили работу и подали домам подачу холодной воды, восстановили. Поэтому, ну, такие происшествия у нас, естественно, ну, не часто, но происходят. Но своевременная вот эта локализация соответствует нас сегодняшним требованиям. Асфальтное покрытие в течение 10 дней восстановит подрядная организация. О том, чтобы также оперативно работал водоканал Ильийского района Алматинской области, мечтает чуть ли не весь поселок Отиген-Батыр. По словам жильцов, на аварийный вызов специалисты приезжают через трое суток. Водоканал постоянно нам отвечает о том, что у них нет денег на ремонт наших труб. Если же трубы ремонтируются, происходят скандалы, письма, обращения в Окиген-Баты, то это, допустим, пластиковая труба, которую ремонтируют несколько раз, одевая там хомуты, которая бесконечно в течение тех же трех месяцев рвется. И наши газоны красивые, наши дороги, которые ремонтируют, это все раскапывается, остаются кучки и веточки потом воткнутые в эти кучки. Местный водоканал уверен, что ремонтом труб, прилегающих к домам, обслуживаемых КСК, должно заниматься непосредственно КСК. Оттого и не спешить ничего чинить. О том, что аварийные работы придется делать самостоятельно, председатель КСК Кристина Людмила Викторовна думает с ужасом. Но вот уже который месяц Элийский водоканал заставляет ее взять на свой баланс сети, проходящие возле домов, обслуживаемых ее КСК. Они нам, значит, прислали такую схему, как приложение. И вот она схема водопроводной и канализационной сети многоэтажных жилых домов, обслуживаемых КСК Кристина. Где вот по этой схеме видно, что все колодцы абсолютно, вот все, видите, зелененьким, вот оно обозначено, это должно обслуживаться КСК Кристина. А синим, это водоснабжение, это то же самое получается нам. А чем же тогда будет водоканал заниматься, если это все нам передается? Там не только колодцы, там еще трубопровод. Там идут трубопровод, здесь вот она идет, вот она все, видите, обозначена. Если бы это было написано и водоканалом, и обозначено, что именно, кто что должен делать, понималось бы, конечно, по-другому. Но сейчас по этой схеме можно понять, что это все обслуживает только КСК Кристина. Старший инженер заверяет, его схемы были неправильно поняты. А согласно законодательству, они ничего особенного от КСК не требуют. Специально расчертил все эти схемы, которые я черчу в этом водоканале. Значит, я перечерчу на основании тех схем, которые у меня есть, наличие схем. Значит, в них я специально показываю, что линия идет вот так вот. А на самом деле водопровод, который мы сейчас показали, короткий, вот от этого 5 метров, вот водопровод вот отсюда идет. Вот здесь задвижка стоит, она обслуживается ими, здесь фланец. От этого фланца и дальше до подвала дома обслуживается КСК. А если водопровод, сжение, стоит на 25 метров, как в случае, допустим, на 25 метров? Она и будет обслуживать 25 метров. Как отремонтировать 25 метров водопровода в случае необходимости для Людмилы Викторовны большой вопрос. Ведь в КСК на это нет ни средств, ни технических возможностей. А если мы будем придерживаться их условий, значит, получается, что мы будем и все остальное делать, и всю линию тянуть, получается так. А за что тогда платить мы будем водоканалу? Давайте тогда все канализационные, вот эти, всю оплату и заводоснабжение, все будем в КСК, раз мы работаем. А у вас технические возможности есть? Нет, технических возможностей у нас нет. У нас получается 25 тынье с квадратного метра, это мы в месяц, допустим, мы получаем 900, 800, иногда миллион. На 18 домов. Откуда технические возможности? У нас нет возможности приобрести какую-то абсолютную технику. Этот вопрос четко прописан в водном кодексе. Но почему-то, читая одни и те же статьи, понимание приходит ко всем свое. У нас получается так, что один и тот же приказ министра, общее положение и водный кодекс мы читаем по-разному. У нас получается так, что я читаю по объектам кондоминимума, пункт 38 и 39, а водоканал читает 37. Поэтому отсюда идут разногласия. Потому что по 37 он идет по физическим лицам и юридическим лицам. Граница раздела балансовой принадлежности между сетями водоснабжения и водоотведения услугодателей и потребителей, являющимися юридическим лицом, является врезка в трубопровод в месте подключения к системе водоснабжения и водоотведения населенного пункта. Мы не являемся юридическим лицом. Никак не являемся. Потому что водоканал заключил договора с каждым жителем, с каждым собственником квартиры. Спор в основном идет по водоснабжению. Здесь вот границей раздела эксплуатационной ответственности на объектах кондоминимума является разделительный фланец первой задвижки на вводе водопровода в здание. Теперь мы читаем, что же все-таки ввод водопровода в здание. Здесь же в этом вот. Это правило пользования системы водоснабжения и водоотведения населенных пунктов от 28 февраля 2015 года. За номером 163, на который отсылается водоканал, заметьте. Здесь написано, подписано министром Досаевым, значит. Здесь написано, что же такое все-таки ввод водопровода. Читаем. Ввод водопровода. Это трубопровод от распределительной сети водоснабжения, включая колодец с запорной арматурой в точке подключения. До первой задвижки в здании и зашли в здание, все, КСК приступает к работе водоканала. До свидания, вы свою работу сделали. Получается так. Уже на месте, непосредственно перед колодцами, просим показать. Так что же принадлежит КСК, а за что в ответе водоканал. Те колодцы канализационные, которые находятся рядом с домами, они должны находиться, согласно закону, в ведении КСК. Потому что закон, правила предусматривает. Значит, канализационный выпуск идет те колодцы, которые входят на линию водоотведения. Те колодцы, которые стоят, они сборные колодцы у вас. Они называются сборные, которые мы сейчас показали, рядом с подъездом идут. А водопроводный вод, вот здесь, скажем, если проходит сейчас, скажем, водопроводный колодец, если возьмем, значит, проходит магистральная линия. Они подключаются. От магистральной линии, распределительной линии, идет трубопровод домой. Вот это вот часть, которая должна обслуживаться КСК. Вот он, вот он, короткий. Не вот эта вся линия, это наша линия. Я не вижу. Где X, это их. Это задвижки как бы. Это задвижка. Вот их не должна быть здесь задвижка. А здесь вот ваша еще задвижка. Получается, значит, задвижка здесь наша должна быть и здесь наша должна быть. Вот канализационный ввод написан. Вот канализационный ввод. Вот с этого дома выйти идет. Вот это все колодцы в вашем виде находятся. Вот это наш колодец. Вот эти инженерные сети, которые находятся в подвале и снаружи здания, которые идут до линии отведения нашей, это все в ведении КТСК находится. Еще контрольный колодец здесь должен постоять, который они должны были поставить. А когда они должны были построить? Когда дом строят? Да, вот так мы сейчас делаем, мы же технические условия выдаем также сейчас. А какая разница? Какая разница? Те же дома, вот сейчас они подключены в этот колодец. Те же дома, и они должны свой колодец копать. Да. Услышав такое, занервничали и жильцы. Ведь в конце концов все это ложится на их плечи. А тем временем колодцы, передаваемые в КСК, требуют полной починки. Была такая ситуация, когда был колодец, который должны были врезаться в эту трубу, он был просто замурован в асфальте. На то, чтобы мы сказали, пожалуйста, покажите нам тогда, чтобы мы это смогли отремонтировать, водоканал нам ответил. Ищите тут здесь где-то. Там кафе-бай подсоединяем, весь жир, все как только кафе-бар, сами знаете, с кафешек сколько жира. И вот это все, как поступают в эти колодцы, и оно все идет сюда, и затапливается и этот дом, и сюда, и этот дом, и оно стоят все в деревне, если по-русски говоря. Люди сверху в министр бросали, что нам делать? Снизу у нас мешковина. Подождите, ребят, здесь внизу мешковина. Они пришли, когда я сказала им, пришли просто-напросто засыпали этот вот колодец. Зачем засыпали, как мы не знаем. И уже больше полной воды. То есть оттуда вода отсюда? Да, там вода. И отсюда, получается, у нас затапливается вот этот дом. Сам трубопровод также находится в плачевном состоянии. По словам инженера, его реконструкции не было со дня основания. Либо они говорят, что это принадлежит нам, должно это ремонтировать КСК. В одном из таких случаев КСК пошло навстречу, купила трубу, которая идет в ввод дома. Руководство водоканала сказали о том, что мы вам делаем это в последний раз. Это принадлежит вам. За комментарием мы обратились в один из старейших водоканалов республики – холдинг Алматы Су. Как же тут решается вопрос о балансовой принадлежности? За какие все-таки трубы и колодцы, согласно закону, отвечает КСК, а за какие водоканал? Оказалось, что для всех условия свои. Например, если к водопроводу подключены частные сети, построенные за счет частных средств, то весь водопровод до магистрали обслуживают жители, собственники этой сети. В частном секторе у нас есть еще коллективные подключения. Это когда два и более домов коллективно построили, заказали проект, взяли технические условия и построили сеть вместе. Она находится в коллективной собственности. Соответственно, эксплуатировать коллективную сеть до, опять-таки, точки подключения в городской водопровод или канализацию, тоже должен коллектив на солидарной основе. Жилыми многоквартирными домами ситуация иная. В городе Алматы общепринято, что кооператив собственников квартир, либо управляющая, либо эксплуатирующая организация по водопроводу, обслуживает от фундамента зданий по водопроводу. От фундамента здания обслуживаем мы. По канализации ситуация следующим образом. Магистральные канализационные сети обслуживаем мы. КСК должен обслуживать сеть, начиная от первого выпуска канализационной сети. То есть, именно с того места, где стоки многоквартирного дома сливаются в городскую сеть, вот от этого обслуживают КСК, а далее мы. То есть, до первого колодца? До первого выпуска, да, до первого колодца. Оказывается, копать дополнительные колодца также не входит в обязанности КСК, да и задвижки в них менять и устанавливать должен водоканал. Если касательно водопровода, задвижки, иные оборудования, установленные на сетях, вне фундамента здания меняем и эксплуатируем мы сами. Сейчас самая главная задача КСК – это содержать в первую очередь сети внутридомовые, потому что, меняя городские сети, мы соблюдаем всю технологию. То есть, заменили кусок водопровода, промыли эту сеть, прочистили, после этого воду подключили непосредственно потребителям. То же самое должно делать КСК. К сожалению, есть у нас кооперативы собственников квартир, которые не обращают должного внимания именно на данный технологический цикл. Кто-то на каком-то из этажей может поменять свой кусок водопровода. При этом, по технологии КСК, для того, чтобы не было засорения внутридомовой сети, должен ее промыть. Либо промыть с тем собственником, который делал данные работы. К сожалению, это не делается. И бывает так, что ржавчина от старой трубы определенный промежуток времени циркулирует по внутридомовым сетям. А в Алматы тем временем полным ходом идут работы по восстановлению трубопровода. В планах Алматинского водоканала ежегодно менять по 30 километров водопроводных сетей. В период с 2009 по 2015 года построено и заменено более 120 километров водопроводных сетей. С начала весны у нас начались масштабные работы по обследованию инженерных сетей, прочистка всех колодцев, промывка водопроводных сетей, замена задвижек, регуляторов давления, пожарных гидрантов. Все эти работы будут завершены до осеннего периода. И, соответственно, они дадут бесперебойное водоснабжение именно в осенне-зимний период. Также планируется автоматизировать весь процесс от добычи воды до подачи потребителей. В рамках этой работы уже проведена модернизация диспетчерской службы. Также все машины оснастили GPS-датчиками. В рамках модернизации предприятия водоснабжения и водоотведения запланированы определенные виды работ. В частности, в этом году будет заменено 9 километров водопроводных сетей в различных частях города. Работы уже начались. Потребителей мы предупредили. Когда мы эти работы будем проводить, потребителей неудобства для них никакого не будет. В частности, вода у них будет стабильно идти, будут перекрываться небольшие участки определенных улиц. Для автомобилистов, для пешеходов это также неудобства не создастся. Кроме этого, порядка 8 километров наиболее аварийных участках водопровода будет заменено хозяйственно-бытовым способом. Это в основном трубы малого диаметра. Запланировано бурение четырех скважин, ремонт резервуаров. Будет проведена капитальная замена двух километров канализационных сетей, порядка трех километров канализационных дюкеров. Запланированы работы на головных очистных сооружениях, на канализационных очистных сооружениях. В рамках энергосбережения нами в этом году будут продолжены работы по замене электрического оборудования, замена насосов, центробежных насосов. Это все даст экономию, так как мы в последние годы именно насосы и электрооборудование меняем на более энергоэффективные. Холдингом Алма-ТСУ уже было отремонтировано более 44 резервуаров чистой воды и заменено более 4000 задвижек. Получается, можно, если очень надо. До свидания.